Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Вы смотрите видео обзор квартиры в монолитном доме в жилом комплексе Западный Луч. Это квартира с полной чистовой отделкой. Досмотрите данный видео обзор до конца и вы узнаете, что за планировка, куда выходят окна и сколько стоит данная квартира. А мы начинаем. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риелтор в области вторичной недвижимости. И снимаю видео обзоры на те квартиры, которые продают. Сегодня у меня на обзоре квартира в Западном Луче с чистовой отделкой. Я всегда начинаю со входа в квартиру, чтобы вам была понятна планировка, а также состояние квартиры. Итак, тут у нас получается вход в квартиру. Здрасте. Такой красивый подъезд. Входная дверь. И зона прихожей. Застройщик сделал чистовую отделку в квартире для продажи. На полу прихожей кафель. Сделана ниша под систему хранения. Шкаф-купе. Квартира поделена на две зоны. Получается, это зона справа, это кухня и гардеробная. Зона слева, это санузел и две спальни. Начнем с гардеробной. То есть здесь есть удобная ниша под прихожку и сама гардеробная. Гардеробная большая. Не знаю, что квадратов где-то, а здесь квадрата три, наверное. Достаточно много места, можно разместить все вещи. Из гардеробной вход получается... Так, это скорее всего спальня. Да, я перепутал, получается. Значит, это спальня, потому что стояк канализации находится рядом с туалетом. Да, значит, это получается у нас спальня. Еще лучше, потому что гардеробная спальня, да, это отдельно. Спальня квадратов 17 получилась. Прямоугольная. На полу ламинат. Стены, получается, это под покраску. Потолки натяжные. Много светильников. Будет светлая комната. Сделаны вот подбра еще. Выключатели, розеток много. Ну вот, антенны телевизионные, конечно, не хватает, но я думаю, это поправимо. Естественно, перегородки все из гипсокартона. Из этой комнаты выход на балкон. Балкон здесь совмещенный со всеми окнами. То есть тут, получается, три окна. И вид у нас какой-то замечательный на улицу Труда в сторону парка Гагарина. Прекрасный вид. Да, здесь, получается, сейчас разрабатывают земельный участок. Будут строить еще дальше дом. Но вид не закроет он. Вот у нас вид здесь будет вот сюда на стадион. И сюда будет вид. Его будет не закроет дом. А вот вид сюда уже будет частично закрыт. Здесь построят вот этот здесь дом. И вот еще один дом там. Что касаемо прилегающей территории. То есть здесь есть детская красивая площадка с противоударным покрытием. Здесь вот делают обычно каток зимой. Ставят елку. Вон там мусороконтейнеры находятся. Мусора сборника в подъезде нет. Подземной парковки в этом доме нет. Но она есть под вот этими тремя свечками. Подземка в районе 600 тысяч рублей стоит. Ну а так можно ставить во дворе здесь. Или в другой зоне какой-то. И плюс еще можно перед домом ставить на Энгельса. Там сделали подъезд. А так Западный Луч. Классный комплекс. Находится рядом с центром. Красивые виды. Это юго-западная сторона. Квартира будет очень светлая. А мы двигаемся дальше. Вернулись обратно в комнату. Окно закрыли. И пойдем дальше смотреть. Тут у нас получается, да, правильно. Кухня и санузел. Санузел полностью в кафеле. Хороший керамогранит. В разных цветах. То есть тут типа этот венецианский белый. А тут вот под дерево коричневое. На полу тоже керамогранит. Ванна акриловая. Раковина. Монитаз. Трубы все спрятаны в короб. Сделана электрика. То есть тут розетки. Все это сделано. Лючок для того, чтобы перекрыть воду. Все счетчики и приборы учета находятся в специальном техническом помещении. Вам не придется снимать показания этих приборов. Только платить. То есть управляющая компания сама в квитанции включает все показания. По воде, свету и электроэнергии. Потому что в квартиру заходят только провода. А счетчик стоит в специальном помещении. Вот. Межкомнатные двери хорошие. В белом цвете. Фурнитура такая серебряная. Красивая. Вот. Это у нас вход на кухню. Кухню. Гостиную. В принципе. У нее здесь две зоны. Она такая прямоугольная. Здесь ниша под кухонный гарнитур. Я так понял, здесь он будет сделан. Сделана вся электрика. Вот вывод воды. Под плиту розетка. Под вытяжку. Вентиляционная шахта. Три светильника для кухонного гарнитура. И пять светильников под зону гостиную. То есть здесь три, здесь два. Тут можно, получается, повешать телевизор, поставить диван. Даже места для кухонного стола хватит. Да, окошко здесь небольшое. Но можно отделать балкон и использовать как дополнительное пространство. У нас остается вторая спальня. Идемте ее посмотрим. Общая площадь квартиры около 80 квадратов. Вот у нас получилась вторая спальня. Здесь есть ниша под систему хранения. Вот так вот дверь откроется. И эта ниша будет вот так занята. Что здесь можно хранить? Например, там постельные принадлежности, гладильную доску, сушильную доску. Что-то такое. Тут, по идее, места хватит даже для молодой пары с ребенком. Здесь можно поставить кроватку, например. Здесь кровать. В принципе, по ширине где-то метра три, я думаю, что есть. Поэтому два метра кровать. Вполне места хватит. Ну и также выход на балкон, который вы тоже можете объединить с квартирой. Сделать его теплым. Это позволяет вот эта рама железная. Вообще, информация поступила о том, что застройщик принял решение остеклить полностью дом. В едином цвете. Это большой плюс. Хорошая новость. Поэтому, если для вас обязательно, чтобы в квартире было остекление, оно здесь точно будет. По поводу кухонного гарнитура я точно не знаю. Но, скорее всего, его тоже установят. Кухонные гарнитуры этот застройщик устанавливает фирмы верно. Хорошие достаточно гарнитуры, но, по правилу, они без доводчиков. Поэтому можно будет их отдельно заказать и установить. Теперь, что касаемо этой квартиры. Она находится на 22 этаже. В первом подъезде. И смотрят окна у нас на запад. Кому-то это большой плюс, потому что это во двор. Здесь такого шума нет, как, допустим, окна на восток. Напомню, что на восток это улица Энгельса. И там планируется постройка моста. Конечно, это все в перспективе. Но, когда он построится, я думаю, движуха такая будет серьезная. Теперь, что касаемо стоимости. Я, к сожалению, пока ее не знаю. Но обязательно в комментариях, в описании к этому видеообзору укажу стоимость данной квартиры. А вас попрошу поддержать мой видеообзор лайком. Написать в комментариях, нравится вам данная квартира или нет. Хотите вы ее посмотреть или нет, тоже напишите. С удовольствием вам ее покажу. Ну, а если по каким-то причинам эта квартира вам не понравилась, подпишитесь на мой канал и следите за новыми обзорами. Быть может, там вы найдете квартиру своей мечты. А я заканчиваю. Всего доброго. Увидимся на показе. До свидания. Продолжение следует...